Дружескую обстановку и общность интересов – это первое, что отметил председательствующий на встрече министр экономики Краснодарского края Александр Рупель. Объединенные процессы проходят в рамках стратегии экономического развития региона «Кубань-2030», которая проходит в финальной стадии согласования. Всего создается семь экономических зон. По словам министра, у Черноморской зоны достаточно серьезный потенциал для экономического развития. С учетом времени, в котором мы живем, сегодня одиночки, даже самые такие прорывные, им тяжело выжить, учитывая общность проблем, общность задач, которые стоят. Поэтому мы по степени экономической взаимовязки, по степени взаимодействия разбили территорию на экономические зоны. И сегодня Черноморская зона экономическая первая подписывает соглашение такое. Это очень важное соглашение, которое определит в том числе дальнейшее развитие. В рамках стратегии каждый муниципалитет предоставит до 20 проектов, которые министр охарактеризовал как прорывные. Их будут продвигать не только на краевом, но и на федеральном уровне. Среди анапских предложений строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений, новой больницы, мусороперерабатывающего завода, берегоукрепление и благоустройство береговой зоны, создание новых зон отдыха и пляжных территорий, расширение винодельческого кластера. Я хочу сказать, что это очень важный момент, потому что, когда мы работаем каждой отдельно, у нас есть сложности с решением многих вопросов. Сегодня создан совет. Председателем совета избрали главу Новороссийской Евгений Алексеевича Дьяченко. Сегодня нам всем будет легче. Все вопросы, я думаю, те, которые связаны с экономическим развитием наших территорий, будут решаться, будут решаться благодаря тому, что создан этот совет. Стратегию социально-экономического развития города-курорта на период до 2030 года обсудят на специальных стратегических сессиях. Они пройдут в Анапе до конца текущего года.